Синдром Жильбера Синдром Жильбера звучит как киностранная болезнь, потому что действительно она была описана доктором Жильбером еще в 1901 году. И поскольку синдром Жильбера связан с нарушением обмена билирубина, очень многих людей слишком много негативной информации, что якобы этот билирубин может повредить организм, в том числе повредить организм будущего ребенка. И так как этот синдром встречается довольно часто, я специально создала это видео для тех, кто действительно беспокоится о протекании беременности на фоне синдрома Жильбера. Итак, синдром Жильбера – это автосомно-рецессивное наследственное заболевание, то есть наследство должно быть подтверждено генотипированием. Поскольку это автосомно-рецессивное заболевание, это значит у человека, который страдает синдромом Жильбера, есть два гена, то есть два параллельных гена с мутациями, а значит один ген он получил от матери, другой ген получил от отца. Поэтому если кто-то является носителем этого гена, мутационного гена, получается, что всё зависит от того, есть ли такая мутация у партнёра, и шанс рождения ребёнка с синдромом Жильбера на самом деле не всегда высокий, может быть от 25% и до 50%, но чаще всего, как говорится, всё зависит от обстоятельств того, страдает ли синдромом Жильбера партнёр. Тем не менее, даже если у ребёнка будет синдром Жильбера, который диагностируют довольно-таки редко в молодом возрасте, у новорожденных, это не страшно для будущего ребёнка, поэтому не нужно переживать. Сопровождается этот синдром нарушением расстройства обмена билирубина, и часто уровень билирубина повышен, что мы называем гипербилирубинонемией. Билирубин образуется при распаде гемоглобина, поскольку в крови всегда распадаются ретроциты, и в кровь попадает гемоглобин, то, естественно, что уровень билирубина повышается. Но при этом билирубин, конечно, должен выводиться из организма, но при синдроме как раз Жильбера нарушен процесс вывода этого вещества из организма, потому что не хватает как раз нарушения связывания микронной кислоты с билирубином, не хватает ферментов, которые бы выводили билирубин из организма. И получается, что у таких людей иногда может наблюдаться желтуха. 3% от 3 до 7% взрослых людей имеют синдром Жильбера, и 30% вообще никаких симптомов нет, за исключением небольшого повышения билирубина. Конечно, когда обнаруживают это повышение, стараются исключить другие заболевания печени, и если, скажем, не найдены другие отклонения, то, конечно, в таких случаях мы предполагаем, что у человека синдром Жильбера. Только у некоторых людей возникает желтуха, желтуха кожи, и эта желтуха может проходить самостоятельно. В частности, повышенный билирубин при синдроме Жильбера не опасен для человека, то есть он не приводит к какому-то поражению органа, и такие люди живут полноценной жизнью длительный период времени. Каких-то специальных мер в плане ведения образа жизни и питания не существует. Люди с синдромом Жильбера могут кушать всё, что хотят, и лечения какого-то тоже нет. Беременность при синдроме Жильбера абсолютно не противопоказана, хотя билирубин может быть повышен. Опять же, это не значит, что эту женщину нужно гонять по многочисленным анализам, что-то проверять. То есть это вполне нормальное явление, вполне нормальное состояние. Однако, повышение билирубина и даже появление желтухи может быть связано с некоторыми факторами. И самые три важные факторы – это дегидродация, голодание и стресс. Значит, дегидродация – это когда женщина не пьёт достаточное количество жидкости, и особенно в первом 3 месяце, когда у неё рвота, когда она теряет жидкость и не замещает эту воду, и тогда действительно может нарушаться обмен билирубина и повышаться его уровень. Также голодание. При голодании, в связи с тем, что резко понижается уровень сахара в крови, возникает, начинается быстрый распад питательных веществ, как и усвоение тоже, и мы фактически имеем вот как раз низкий уровень сахара гипогликцемии или гипогликемии. Она как раз приводит к тому, что повышается автоматически билирубин крови порой в 2-3 раза. Стресс тоже обостряет повышение уровня билирубина. Это тоже нужно учитывать. Ещё раз повторю, что негативного влияния на беременность нет, поэтому можно спокойно носить беременность с этим синдромом. Однако, нужно избегать применения парцетамола, потому что он нарушает как раз очистку организма от билирубина и может повышать уровень билирубина. Нужно избегать голодания, ибо голодание повышает 2-3 раза уровень билирубина. Нужно избегать дегидратации, то есть нужно принимать достаточное количество жидкости и отказаться, конечно, от курения, потому что никотин влияет на обмен билирубина. Это токсическое вещество, и поэтому билирубин повышается при курении. Избегать стресса по возможности, то есть носить беременность спокойно. И никаких специальных диет при беременности не нужно придерживаться, кроме обычной нормальной диеты для беременной женщины, то есть здоровое питание и здоровый образ жизни. Физическая активность при беременности синдрома Жильбера абсолютно не противопоказана, поэтому наоборот она позволяет понижать уровень билирубина в крови, также нормальный образ жизни, как я сказала. Наблюдение стационария, лечение стационарии, лежание, постельный режим при этом заболевании не требуется. При наличии синдрома Жильбера ведение беременности обычное, без всяких, как говорится, перекрутов, без всяких, без нагнетания стрессовой ситуации. Вполне безобидный синдром, не требующий слишком детального углубления копаний в анализах, и прогноз отличный. Не является чем-то страшным, поэтому хочу успокоить всех беременных женщин, что синдром Жильбера вполне безопасный синдром для беременности. Субтитры создавал DimaTorzok